Девушки отдыхают Джо Байден. Уже второй год соратники Трампа пытаются найти доказательства возможной коррупции оппонента, когда он был вице-президентом. И ищут они в Украине. Мы решили проверить, что стоит за громкими обвинениями. То, что сделал Байден, это позор. То, что сделал его сын, это позор. Сын взял деньги у Украины. Дело в том, что весной 2014 года, когда Джо Байден был вице-президентом США, его сын Хантер вошел в наблюдательный совет одной из крупнейших в Украине частной газодобывающей компании «Буризма». Ее основатель и президент – бывший министр экологии Николай Злочевский. Тогда «Буризма» фигурировала в нескольких уголовных делах, которые расследовала Генеральная прокуратура Украины. Бизнесмен все обвинения отвергает. В октябре 2019 года американский телеканал ABC News спросил Хантера Байдена, пригласили ли бы его в совет директоров «Буризма», если бы у него была другая фамилия. Байден-младший тогда ответил, что не знает, и допустил, что, вероятно, нет. Однако он говорит, что за пять лет сотрудничества с «Буризма» не нарушал закон. Джо Байден добавляет, что не говорит с детьми о работе. Я никогда не обсуждал свои дела или их дела, моего сына или моей дочери. Я никогда это не обсуждал, потому что они знают, какую работу я выполняю. И на этом все. Они должны принимать решения самостоятельно. Президент США Дональд Трамп просил украинского президента начать расследование в отношении Хантера Байдена в июле прошлого года, вскоре после того, как Владимир Зеленский выиграл выборы. Сейчас много говорят о сыне Байдена, о том, что Байден остановил преследование, и многие люди хотят знать об этом больше. Поэтому все, что вы и генпрокурор можете сделать, было бы очень хорошо. Байден хвастался тем, что остановил это преследование, и если вы могли бы разобраться с этим, как по мне, это звучит ужасно. Именно из-за этой безобидной, по мнению Трампа, просьбы демократы в Палате представителей США объявили ему импичмент. Но в феврале этого года Сенат, где большинство республиканцы, оправдал президента. Американские политики точку здесь не поставили. Дело буризма обсуждают в Комитете Сената США по вопросам национальной безопасности и правительственных дел, в котором большинство тоже республиканцы, партия, которую представляет действующий президент Дональд Трамп. В марте о намерении провести расследование объявил председатель комитета Рон Джонсон. В августе на съезде республиканской партии о буризма говорит и Пэм Бонди, бывший генпрокурор штата Флорида. Коррумпированный украинский олигарх поставил Хантера в совет директоров своей газовой компании, несмотря на то, что у него не было никакого опыта по вопросам Украины или энергетического сектора. Никакого. Впрочем, ему платили миллионы за то, чтобы он ничего не делал. По данным New York Times, в некоторые месяцы Хантер Байден получал по 50 тысяч долларов в месяц, а работал в компании он с 2014 по 2019 годы. Американская пресса обращает внимание, что в наблюдательном совете буризма также находился бывший сотрудник ЦРУ Кофер Блэк. До этого он работал в правительстве Джорджа Буша, который является республиканцем. Демократы считают расследование в Сенате политически мотивированным. Каждый независимый фактчекер и каждая крупная беспартийная медиа подтвердили, что эта конспирологическая теория развенчана. Об этом же свидетельствовали и должностные лица администрации Трампа под присягой. Конспирологическая теория здесь заключается в том, что Джо Байден в должности вице-президента якобы помогал сыну. Сенатор Рон Джонсон в конце сентября таки опубликовал промежуточный отчет о расследовании, однако в нем не содержится новых сведений о вероятной коррупции Джо Байдена. В отчете Джонсон снова ссылается на показания, которые в октябре 2019 года на закрытом слушании в Конгрессе дал Джордж Кент. В то же время отчет признает, что точно непонятно, насколько присутствие сына Байдена в Буризма повлияло на политику в отношении Украины, которую проводила администрация при участии его отца. Кроме соратников Трампа, тезис о том, что Байден якобы давил на правительство Украины в интересах сына, продвигает и Виктор Шокин, бывший генпрокурор Украины. В начале этого года Виктор Шокин дал интервью личному юристу Трампа Рудольфу Джулиани. Поделился ли президент Порошенко с вами информацией, что его в свою очередь прессует посольство США и Джо Байдена? Нет, Джо Байден. Посольство, я не знаю, как Джо Байден, точно. Радио «Свобода» обратилось в штаб Джо Байдена за комментарием относительно обвинений Шокина. На момент выхода этого материала ответ мы не получили. В интервью «Радио «Свобода» бывший генпрокурор говорит, что тогда следователи хотели допросить членов Совета директоров энергетической компании «Буризма». Среди них был и сын американского политика. Сначала было все очень хорошо. Я написал письмо по коррупции к господину Кэрри, тогдашнему госсекретарю США. Получил ответ за подписью госпожи Нулан, что они поддерживают, да, все помогают. И мы уже выходили на необходимость допросов господина Хантера Байдена, Восневского, других. Виктор Шокин не ответил на уточняющий вопрос «Радио «Свобода», что именно прокуроры планировали спросить у Хантера Байдена. Это вопрос к следователю, сказал он. Расследовать деятельность «Буризмы» ГПУ начала еще во время предшественника Виктора Шокина, генпрокурора Виталия Еремы. В 2014 году британские правоохранители арестовали 23,5 миллиона долларов на счетах компании Злочевского. Британцы подозревали, что они имели преступное происхождение. Но когда Лондон обратился к украинской генпрокуратуре за документами, подтверждающими основания для ареста, их вовремя не предоставили, поэтому арест средств сняли. Более того, генпрокуратуре предоставили письма адвокатам Злочевского, которые свидетельствовали, что дела против него нет. Это письмо и позволило адвокатам обжаловать арест средств в лондонском суде. За развал этого дела в 2014 году прокурорам ГПУ, вероятно, заплатили взятку в размере 7 миллионов долларов. Об этом в октябре 2019-го на закрытом слушании в Конгрессе рассказал Джордж Кент, заместитель помощника государственного секретаря по вопросам Европы и Евразии. В феврале 2015-го Кент встретился с заместителем тогдашнего генпрокурора Яремы Анатолием Даниленко. На встрече Кент прямо поинтересовался, сколько и кому заплатили. Я прямо спросил у него, какого размера была взятка и кто ее взял. Даниленко засмеялся и ответил. Именно об этом у нас спрашивал президент Порошенко в прошлом месяце. Я спросил, так что вы ответили президенту? И он ответил, 7 миллионов долларов. И это было в прошлом мае, до того, как наша команда пришла в офис. Тогда же Джордж Кент напомнил Даниленко, что письмо адвокатам Злачевского предоставили уже при генпрокуроре Яреме. И именно их команда виновата в том, что дело развалили. В комментарии Радио Свобода бывший генпрокурор Виталий Ярема отмечает, что об этой ситуации почти ничего не помнит, а сам к ней отношения не имел. Для меня это не был приоритет. Чтобы вы понимали, я занимался в основном... Я заслушивал следственно-оперативную группу, потому что тогда еще стояли баррикады на улицах, тогда стояли мы, тогда еще кровь не высохла на Майдане. Поэтому я комментировать, что происходило на уровне где-то следователей какого-то отдельного уголовного производства, я, к сожалению, через 5 лет я уже не могу. Впервые слышу об этом, что Даниленко встречался с Кентом. Это Кент такое письмо написал? Я впервые об этом слышу, я этого не могу объяснить. По данным Нью-Йорк Таймс, ФБР заинтересовалась обвинениями в предполагаемом взяточничестве. Однако расследование застопорилось. При генпрокуроре Шокине американское посольство требовало, чтобы виновных в развале того дела наказали. Были времена, когда генпрокуратура не только не поддерживала расследование коррупции, но и препятствовала прокурорам, которые работали над делами по коррупции. Вина должностных лиц ГПУ, которые писали эти письма, должна быть расследована. И те, кто отвечает за развал дела, поставив свои подписи под этими письмами, по крайней мере, должны быть временно отстранены от работы. Бывший генпрокурор Виктор Шокин возлагает вину за несвоевременно предоставленные документы британскому суду на Виталия Касько, заместителя генпрокурора Яремы. А затем и заместителя самого Шокина, когда он возглавил ГПУ после Яремы. Это не Ярема, это господин Касько, к сожалению, который отвечал за международный блок и должен был предоставить справку своевременно в суд Лондона. Но он почему-то, и по этому поводу было уголовное производство, этого не сделал своевременно, и это позволило снять этот арест. Ярема к этому не имеет никакого отношения. Однако Виталий Касько на самом деле просил следователей предоставить ответ на запрос британцев. В письме за 20 ноября он четко указывает, что критически важно дать ответ в кратчайшие сроки. Ведь на начало декабря запланированы слушания по этому делу, в частности, относительно правомерности ареста активов Злачевского. Дело в Британии развалилось. За это время следователи ГПУ дважды успели наложить арест на имущество Николая Злачевского уже в Украине. По словам Виктора Шокина, за несколько дней до повторного ареста в феврале 2016-го его вызвал президент Петр Порошенко. И между ними произошел такой разговор. Что ты там опять делаешь? Опять Байден звонит. А я говорю, а что мы делаем? Средственные действия выполняем. Те, которые должны выполнять. Бывший генпрокурор настаивает, что Джо Байден якобы постоянно давил на Петра Порошенко, чтобы дело закрыли. Пятый президент это отрицает. Порошенко также отрицает, что когда-либо обсуждал кампанию Буризма. Никогда, ни с кем, включительно с Шокином, ни с Байденом, ни с Трампом, ни со своими советниками, я слово Буризма или сын господина Байдена я никогда не произносил. Мы также обратились в офис Джо Байдена за комментарием относительно обвинений. Доказывает ли арест имущества Николая Злачевского в 2016-м, что ГПУ под руководством Виктора Шокина активно проводило расследование? Сначала арест был снят, мы это обнаружили, мы сообщили публично, сказали, о, смотрите, из-за бездействия ГПУ арест был снят. И уже после этого они наложили арест. А теперь Шокин, Джулиани и Деркач, и Дубинский рассказывают, что это, посмотрите, какой активный был Шокин, наложил арест после того, как не отправил даже прокурора в суд, чтобы арест отстоять. Прокуроров при рассмотрении ходатайства адвоката Злачевского действительно не было. Это подтверждает текст постановления Печерского суда города Киева от 25 декабря 2015 года. Представитель Генеральной прокуратуры Украины на судебное заседание по рассмотрению жалобы не явился. Дело буризмы лежало на полке в Генпрокуратуре, и на самом деле им никто не занимался, рассказал Блумберг заместитель Шокина Виталий Касько в 2019 году. Делами Злачевского должно было бы заниматься управление специальных расследований, ведь их последственность включала коррупционные преступления, совершенные высшими должностными лицами во времена президента Виктора Януковича. Но туда дела сперва не отдавали, говорит Радио Свобода, бывший начальник этого управления ГПУ, Сергей Горбатюк. В феврале месяце был назначен прокурор Шокин, и для нас создавались препятствия, в частности, через заместителя Генерального прокурора Столярчука. И дела не передавались, в том числе дела в отношении Злачевского. Управление Сергея Горбатюка получило дело, в котором Злачевский был подозреваемым в 2016 году, когда Генеральным прокурором стал Юрий Луценко. По его словам, те материалы свидетельствовали, что при Шокине дело активно не расследовали. Если бы оно активно расследовалось, то фактически оставался бы только розыск Злачевского, потому что там было подозрение и розыск. Мне докладывали, подтверждая это материалами, там еще нужно очень много проведения следственных действий. Если слушать Шокина, который рассказывает о том, что просто суперактивно расследовалось это дело, то в этом деле все эти следственные действия уже должны были быть проведены. Горбатюк говорит, что при генпрокуроре Луценко дела по буризме из его управления снова забрали. Позже Луценко сообщил, что ГПУ закрыло все дела, в которых фигурировала буризма. В частности, дело об уклонении от налогов, поскольку компания уплатила налоги вместе со штрафными санкциями, а некоторые дела передали в НАБУ. В 2019 году генпрокурором стал Руслан Рябошапка. Именно его в разговоре с Трампом Владимир Зеленский назвал на 100% своим человеком. Уже после того, как Рябошапку уволили в начале 2020 года, он в комментарии изданию Reuters сказал, что во время проверки тысяч материалов дел не обнаружили никаких доказательств нарушений со стороны Хантера Байдена. Я специально просил прокуроров особо внимательно проверить факты на возможное вмешательство Байдена. Они ответили, что ничего подобного не было. Виктор Шокин говорит Радио Свобода, что у его команды не было достаточно времени на расследование, но признает то же самое. Мы не говорили, что он виноват в чем-то. Никто, ни я никогда этого не говорил. Никто другой. Мы шли по обстоятельствам. Мы проясняли обстоятельства. Выясняли допросами, другими следственными действиями. И никто не сказал, что он уже виноват. Радио Свобода обратилось с запросом в офис генпрокурора, чтобы выяснить, расследуются ли дела сейчас. Оттуда ответили, что дела, в которых Николаю Злочевскому объявили подозрения, не касаются деятельности компании Буризма. В антикоррупционном бюро Радио Свобода ответили, что информация о ходе расследования дел, в которых фигурирует компания Буризма или Николай Злочевский, относится к информации с ограниченным доступом. Эта история не только о бизнесе или политике, а и о том, как американские правительственные чиновники ведут дела с украинскими коллегами. Джо Байден не скрывает, что был недоволен, как тогдашнее правительство Украины боролось коррупцией. К Киеве он выдвинул президенту Порошенко и премьеру Яценюку условия. Или уходит шокен, или Украина не получит миллиард долларов финансовой помощи. Я сказал, что еду через шесть часов. Если генпрокурора не уволят до тех пор, то вы не получите денег. Сукин сын. И его уволили. Требования Джо Байдена Виктор Шокин считает признаками внешнего управления Украиной. Такого же мнения и внефракционный депутат Андрей Деркач. В этом году он обнародовал аудиозаписи якобы разговора Петра Порошенко и Джо Байдена. По словам Деркача, эти разговоры демонстрируют, что страной во времена президентства Порошенко руководил Джо Байден. В августе Дональд Трамп ретвитнул вероятную запись этого разговора. Петр Порошенко назвал так называемые пленки Деркача, бывшего выпускника школы КГБ, сфабрикованными в пользу Москве. А у Джо Байдена сказали, что это не более чем дырка от бублика. И продолжение давней попытки навредить экс-вице-президенту США. Сенатор Рон Джонсон отрицает, что получает информацию для своего расследования деятельности Байденов и компаний Буризма от этого украинского политика. Я не знаю, кто такой Деркач. Сенатор Грасли и я неоднократно возражали. Мы не запрашивали и не получали никакой информации от господина Деркача. Вообще. Личный юрист президента Трампа Руди Джулиани также дистанциировался от Деркача и сказал в комментарии американскому изданию НПР, что работал с ним за несколько месяцев до американских выборов. В начале сентября Андрея Деркача внесли в санкционный список США. Он назвал это местью демкорапшен. В контексте его заявлений, но прямо не упоминая Андрея Деркача, в августе высказался и президент Украины Владимир Зеленский. Украина никогда не позволяла себе и не позволит в будущем любое вмешательство в избирательный процесс других стран, в частности Соединенных Штатов Америки. Но с другой стороны, можно ли резкие заявления Джо Байдена о Викторе Шокине считать вмешательством во внутренние дела уже Украины? Бывший посол США в Украине Джон Хербст сейчас работает в должности директора Евразийского центра Аналитического центра Atlantic Council. Буризма является одним из ее спонсоров. В интервью Радио Свобода в 2019 году Хербст так объяснял, почему Аналитический центр сотрудничает с Буризма. Я знаю, что она была очень противоречивая, особенно несколько лет назад. Как мне объяснили, нарекания по буризму в лондонском суде не совсем соответствовали реальной ситуации, поэтому мы решили, что можем быть партнерами. Впрочем, бывший посол в комментарии Радио Свобода говорит, что в США было четкое понимание, что ГПУ при Шокине дела против буризма расследовала слабо. Посол США Пайетт призвал, чтобы Шокина уволили, потому что он не расследовал дело буризма. А Байден занимал ту же позицию. Но к этому призывал и Европейский союз, различные международные финансовые институты, такие как МВФ, а также Европейский банк реконструкции и развития. Поэтому это не было какой-то тайной. Это не было секретом, что господин Шокин не выполнял свою работу как генпрокурор, как положено. Он работал в политической манере. Поэтому все хотели, чтобы он ушел с должности. Бывший посол США в Украине Джон Хербст напоминает, что международная помощь всегда означает конкретные требования. Эти страны и институты не обязаны оказывать помощь Украине, особенно если Украина не двигается по пути реформ. Поэтому это можно назвать прямым бизнес-соглашением. Виктор Шокин не ограничивается устными обвинениями в адрес Джо Байдена. В феврале 2020 года по его заявлению ГБР открыло дело о возможном вмешательстве экс-вице-президента США в работу бывшего генпрокурора. В интервью «Радио Свобода» Виктор Шокин говорит, что с тех пор расследование не сдвинулось с места. С того времени уже прошло сколько? Шесть месяцев? Ни одного следственного действия по этому делу не выполнено. Ни одного. Меня не допросили, меня не признали потерпевшим по этому делу. «Радио Свобода» выяснило, что в марте решением офиса генерального прокурора под следственность этого дела определили за главным управлением нацполиции в Киеве. Оттуда сообщили, что действительно расследуют дело, однако детали обнародовать не могут из-за тайны следствия. Если в работу Виктора Шокина действительно вмешивался вице-президент США, то почему же он не говорил об этом раньше, а начал только в прошлом году? В интервью «Радио Свобода» он говорит, что не мог обратиться к правоохранителям, поскольку они якобы ангажированы. Шокин утверждает, однако не предоставляет доказательств, что НАБУ под себя и для себя создал Джо Байден. Серьезное обвинение против института, главной целью которого является расследование коррупции в высших эшелонах власти и который призван быть независимым. «Это точно неправда», – говорит «Радио Свобода» первый и многолетний руководитель НАБУ Артем Сытник. Его назначение Конституционный суд Украины в августе назвал незаконным. Мне кажется, это часть пропагандистской машины Кремля, что Украина якобы находится под внешним воздействием. На самом деле это не так. НАБУ в своей работе настолько прозрачно, насколько это позволяет закон о государственной тайне, закон, который охраняет тайну досудебного расследования. С другой стороны, мы постоянно говорим о том, что сотрудничество с международными партнерами – это одна из таких вот составляющих нашего успеха и нашей работы. Антикоррупционное бюро создала Украина, но при поддержке не только лишь Соединенных Штатов, но также и различных институтов и правительств, которые играли свою роль в содействии реформам в Украине. Это и МВФ, и ЕБРР, и Евросоюз, правительство Великобритании, Франции, Германии и другие. В июне Артем Сытник заявил, что руководству НАБУ и специализированной антикоррупционной прокуратуры предлагали взятку в 6 миллионов долларов, чтобы закрыть дело против Николая Злочевского. На пресс-конференции работники антикоррупционного ведомства продемонстрировали пакеты, набитые долларами США. Адвокат основателя Буризмы сообщил, что его клиент не имеет никакого отношения к взятке и двум задержанным. А украинские чиновники подчеркнули, что фамилии Байден в этом деле не было. Бывший денпрокурор Шокин сказал радио «Свобода», что его дочь, двое внуков, а также младшая дочь все имеют американское гражданство. Личный юрист Трампа Руди Джулиани пытался помочь Шокину получить американскую визу, заявил Джордж Кент. На закрытом слушании дела об импичменте Дональда Трампа он сказал, «Джулиани требовал визу. Он хотел, чтобы Шокин получил визу. Существовал широкий международный консенсус о том, что он, Шокин, типичный украинский прокурор со стилем жизни, несовместимым с его зарплатой, который так и не привлек к ответственности никого из хорошо известных преступников». Виктор Шокин, между тем, через суд пытается восстановиться в должности генерального прокурора Украины. Андрей Деркач обещает обнародовать новую порцию записей. А украинские внешнеполитические эксперты в один голос призывают политиков действовать осторожно, чтобы Украина не потеряла двухпартийной поддержки США. На сегодня это все. С вами был Сашко Шевченко. Радио «Свобода». Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова